Всем привет, меня зовут Мачо и добро пожаловать на мой канал Польский с Мачким, польский язык с Мачием, на котором я помогаю вам изучать мой родной язык. Сегодня поговорим о том, чего у меня нет. Поехали! Друзья, если вам скажут по-польски , разве это комплимент? Нет, это значит на польском у тебя жирные волосы, не толстые. Так что это точный комплимент, это обидно. Могут также сказать , у тебя жирные волосы. А если вы хотите сказать комплимент, у тебя толстые волосы, мы скажем по-польски . Грубые волосы. Давайте посмотрим еще парочку примеров. Моя цурка ма пенкне грубые волосы. У моей дочери красивые толстые волосы. Как праведу вопелегновач грубые волосы? Как правильно ухаживать за толстыми волосами? Кудрявые волосы это кренсоные волосы. Ма или ноши, распуштанные волосы это носит волосы распущенными. Можно также сказать ма или ноши куцика, то есть у нее хвост, хвостик, пони. Вы поняли. Постричься это по-польски либо , либо . Остричь скажут обычно парни, потому что мы это используем, когда мы будем стричься очень коротко. А обчинчь волосы это как будто обрезать волосы это нейтрально. Так могут сказать женщины и парни, конечно, тоже. То есть, например, парень скажет, муша ищче остриц, то есть мне надо пойти постричься. Или же женщина с длинными волосами скажет, муша ищче обчинч волосы, мне надо пойти постричься. Бабчама крутко обчинты волосы, у бабушки короткая стрижка. Или же бабчама ładнее обчинты волосы, то есть у бабушки красивая стрижка, хотя дословно это у бабушки красиво обрезанные волосы. Парикмахер это по-польски фрезер. Парикмахерская салон фрезерский, то есть точно так же, как и салон уроды, салон красоты. А когда поляки хотят сказать, что им надо сходить в парикмахерскую, они обычно говорят просто муша ищи до фрезера, то есть им надо сходить к парикмахеру. Прическа это по-польски фрезура. Расчесывать волосы это чесачи. И тут осторожно, не надо путать этот глагол с глаголом чешечье, то есть радоваться. Чесать се, чешить се. Чесать се, чешить се. Посмотрите, пожалуйста, следующие примеры. Чешаще и чешаще. Чешаще это я расчесываю волосы. Чешаще это я радуюсь. В польском языке есть также целый ряд устойчивых выражений с волосами, например, о волос или же о малый волос, то есть на волосок. Был о малый волос от того, чтобы все страчить. Я был на волосок от того, чтобы все потерять. Или же два года тому я имел выпадок и был о малый волос от смерти. То есть два года тому назад я попал в аварию и я был на волосок от смерти. Это выражение Поляки используют также во фразах, в которых вы говорите едва не или чуть ли не. Например, о малый волос не спускнил им себя на поцион. То есть я едва не опоздал на поезд. Я чуть ли не опоздал на поезд. То же самое можно сказать следующим образом. О малый волос, а спускнил бым себя на поцион. Рывать на себе волосы это рвать или вырывать себе волосы с головы. Например, поставил 100 тысяч на дружину, которая преграла и teraz вырыва себе волосы с головы. То есть он поставил 100 тысяч на команду, которая проиграла и теперь рвет на себе волосы. Есть также очень интересное выражение. Делить волос на чфору. То есть дословно как будто делить волос на 4 части. Смотрите, волос он уже сам по себе маленький. А тут мы его еще и разделяем на 4 части. И это значит копаться в мелочах. Быть дотошным, придирчивым. Быть буквоедом. Ну не знаю, вникать в каждую мелочь. Вот это такое значение. Выграли мы с Францией и вошли до финала Мистерства Свято. То есть мы выиграли у Франции и вышли в финал Кубка Мира. Ну так, но в фаталном стиле. Левандовский использовал только 1 из 8 лучших ситуаций до стреления брамки. Да, ну в катастрафическом стиле Левандовский использовал всего лишь одну из 8 великолепных возможностей для взятия волос. Если ты всегда можешь делить волос на 4, то самое важное, что мы выиграли и мы в финале. Тебе всегда надо быть таким дотошным, придирчивым. Самое главное, мы победили и вышли в финал. Взять кого-то под волос, дословно взять кого-то под волос, в смысле против шерсти. Это выражение, которое используется, когда вы хитро играете на чем-то самолюбе. Посмотрите, пожалуйста, пример и все будет понятно. Никто не пекет таких великолепных тортов, как ты. Счастливо, что не можно таких купить. Мой сын имеет в прошлом субботу у родины. Никто не пекет такие великолепные торты, как ты. Жаль, что таких нельзя купить у моего сына в следующую субботу день рождения. Виде, что пробуешь взять мне под волос. Доброе, упекаю тебя. То есть я вижу, ты пытаешься взять меня под волос, дословно, то есть поиграть хитро на моем самолюбе. Ладно, я тебе испеку. Или же шеф пробовал взять мне под волос и сказал, что в целой Варшаве нема другего такого инженера, как я. Але и так же чуэм папирами. То есть начальник пытался взять меня под волос, в смысле поиграть на моем самолюбе, и сказал, что во всей Варшаве нет другого такого инженера, как я. Но я все равно дословно бросил бумагами, но это в смысле я уволился. Если хотите сказать, что волоска у кого-то не тронут, по-польски надо это сказать вот так. То есть они вам пообещали, что волоска у нее не тронут, дословно, что даже один волосок у нее не упадет с головы. Или же прошущенебать, волоску с головой не испадут. Пожалуйста, не бойтесь, у него и волоска не тронут. Волосы встают дымом, это по-польски либо волосы стают дымом, либо волос съезжает на голове. Ежище это, конечно, как будто ежица, в смысле, что эти волосы встают, как у ежа. Волос мне съезжает на голове, когда слышу, как она выховывает свое детство. То есть у меня волосы встают дымом, когда я слышу, как она воспитывает своего ребенка. По-русски вы говорите «висеть на волоске». В польском языке тоже есть такое выражение, и это просто «висеть на воску». Например, по разумению «висеть на воску» «Соглашение висеть на волоске». И к концу очень смешное выражение, тем более для меня, «ма дугов, як воссов на голове». То есть это словно, как будто у него столько долгов, сколько волос на голове. Ну, я лично не против. Но на самом деле это, конечно, в переносном смысле. Он сидит в долгах по уши или по горло. Друзья, если хотите заговорить на настоящем польском языке, на котором говорят поляки, занимайтесь обязательно с носителем языка. Я вас приглашаю на мои лучшие курсы в онлайне. Вы можете заниматься в любое удобное для вас время. Переходите по ссылочке внизу. На сегодня там уже все. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok